привет народ вот так вот выглядит у меня сейчас кухня ну сами понимаете да хуже может быть только пожар я думаю ну это нужно пережить как-то поэтому кошмар конечно привет народ ну спрашивали ребята русик ты делал видео когда делал ремонт на кухне начала мы все видели хотелось бы увидеть конец но не думал что это кому-то будет интересно но в принципе недели две наверно назад здесь половиной ремонт был закончен ну как-то не думаю это даже показывают уже несколько сообщений подобного плана была руси покажи что получилось но в принципе вот так это все теперь выглядит ну вот точно таким же планом я показывал да ну и теперь вот сами видите вот так вот это выглядит после ну так давайте в принципе вкратце пробежимся ну здесь у нас всяко разно здесь у супруги кофе я кофе не пью на кофе полюбляет я чай ну и так вот просто здесь у нас там постное масло оливковое масло два ящичка под большую там сковородки миски всякие ну в общем я супруги дал задание подбирать себе кухню делай все как тебе нужно вот они с дизайнером это все нарисовали ну и позже воплотили вытяжка индукционная плита духовка здесь у нас бумажечки всякие там поваренные книгу не все остальное под духовку удобно раз два три четыре ящичка всякие вот так вот все выглядит здесь у нас посудомоечная машина здесь у нас мусорное ведро микроволновка телевизор сюда ставится ноутбук вот здесь у нас есть hdmi провод вот он и к ноутбуку подключается и можно смотреть что-то на экране побольше чем на ноутбуке шкафчики всякие разные вот в принципе вот как-то так вот осталось покрасить двери двери хочу покрасить таким же цветом как в туалете я купил 2 2 литра краски вот у меня пол литра ушло на двери в туалете ну и вот еще полтора литра есть на то чтобы покрасить дверь в кухне ну как бы вот вот таким цветом это все будет выглядеть но пока не хочу красить потому что еще будет делаться ремонт в коридоре и дверь буду красить попозже уже тогда пока в принципе так не мешает вот так это выглядит просили показать показал здесь я вот так вот сделал немножко подсветочку для удобства рабочая зона кстати сейчас буду буду сейчас ехать на природу собираемся на шашлыки то поэтому сразу решил купить под черёбочек и мы сейчас его на природе закоптим потому как ну копченого салка уже охота у нас были дожди все никак было не закоптить это все хозяйство но сейчас едем на шашлыки поэтому поэтому вот так вот кран очень прикольный мне нравится кстати здесь вот так вот поворотная голова очень классная штука оказывается не видел такого ни разу тут увидел он один был на весь город то есть можно направлять куда хочешь струю воды ну в принципе вот как то так то есть вот так вот вот такой вот мы имеем ремонт ну и сейчас что что хочу сделать это сейчас если вот такими кусками коптить это очень нужно долго долгий процесс то поэтому хочу разделить вкратце разделить сало вот таким вот образом чтобы полоски были тоненькие и ну как бы понимаете чем тоньше полоска тем со всех сторон ему проще и быстрее прокоптится вот эти вот дымом нашим ну сейчас мы сало помыли его можно было в принципе не мыть но мы помыли и просушили его сейчас вот она подсохнет чуть-чуть так ну и потом обмажем его специями ну и часика два-три постоит потому как ну желательно вообще его на сутки на двое в специях скажем так замариновать но так как времени у нас на это все нет то мы будем это все делать по-быстренькому ну и продолжим уже на природе в принципе все не знаю у нас жара такая парит вроде как на дождь непонятно будет дождь не будет дождь посмотрим если дождя не будет то поедем на природу если будет дождь что поедем в гараж будем гаража это все коптить и жарить в принципе пока все ну что продолжаем наша ссылка подсохла вот уже такое сухенькое вот так это выглядит замечательно свинка молодая была вот так мы его ложим и вот так мы его распускаем вот так это замечательно выглядит здесь одно мяско вот так вот мы его сейчас бросаем кашулю и потом перейдем специями чуть-чуть сольки добавил здесь можно сделать кусок большой вот так вот раз вот здесь пополам его разделить Ух, купить еще, билер. Красота. я думаю достаточно так все забрасываем кастрюлю сюда без всяких там хитрости высыпаем приправа до масса и трошечки соли добавляем чуть-чуть соли немного вот так где-то небольшое потому что чтобы не было соленой и все перетираем теперь хорошенько чтобы каждый кусочек перетер все у нас удар руками каждый кусочек перетираем и оставляем в кастрюле кастрюлю в багажник ну и на природу там уже продолжим в принципе вот так вот у нас выглядит теперь осалка все красненькое везде перчик пропитался запах уже пошел такой хороший в принципе все оставляем его так и едем на природу вот так вот в общем у нас приехали мы на природу такие места абсолютно аисты цапли тут ходят лягушки бака в воде даже рыба есть ну сказали так нам нам сказали что там даже рыба есть вода поднялась очень сильно прозрак какой грусть вода поднялась очень сильно вода грязная конечно ну я думаю метр полтора метра полтора думаю где-то должно быть прозрачность воды раньше обычно обычно вода вот там да обычно вода метров пять туда дальше здесь такой песочек красивый пляжик у нас должен быть ну залито все все залито мы как бы не на подводную охоту приехали конкретно мы приехали на природу отдохнуть семьями женами с детьми некоторые товарищи поэтому будем отдыхать надеемся дождя не будет потому что выехать будет сложно если дождь пойдет в принципе как то так пока я снял ну кроме там у тучка но то не тучка да без трофея не возвращайся это понятно по-другому никак они дождя испугались русь рота не заметила потери бойца нема нема все ну вот в принципе у нас дрова уже не немножко прогорели поэтому прежде чем здесь у нас будут угли по шашлык мы сейчас делаем мы сейчас делаем поставим это капли когда уже будут угли вот тогда поставим уже шашлык в общем на меня слышите на виде? в общем кто помнит последнее видео про коптилку я не знаю будет что-то слышно будет ветер там сильный у нас последнее видео про коптилку я когда делал то сосед по гаражу у меня пришел говорит Русик а что это такое? говорю коптильня он говорит закажи мне я когда говорю ну слушайте уважаемый там ну пожилой мужчина я говорю закажите я к нему на вы говорю закажите себе сами он говорит Русик я не знаю что такое интернет закажи будь ласка мне коптильню я тебе дам гроши я прийду я все рассчитаюсь в общем я пошел зашел на сайт на котором я заказывал коптильню и когда начал искать коптильню соседу заказать он придел коптильню из нержавейки в общем фишка я соседу позвонил говорю уважаемый давайте я вам свою коптильню отдам там рублей на 100 дешевле а себе закажу из нержавейки он говорит мне все равно абсолютно я заберу в общем ну сосед так и не появился в гараже у меня забрал другой человек коптильню а я себе заказал из нержавейки Саша вот оно покажи вот я себе заказал коптильку или коптильню из нержавейки и она у меня уже стоит наверное месяца два просто не было случая у нас не было погоды и вот я себе заказал коптилочку из нержавейки я не хочу просто сильно портить коробку вот так вот выглядит коптильня из нержавейки просто ну ребята честное слово это вещь покупается один раз ну и в принципе на всю жизнь это не ржавейка это вечный материал который не ржавеет который не портится которому все все равно вот так вот аккуратненько все здесь сложено также с нержавейки у нас решетка и мы сейчас заряжаем коптильню добавим сало сюда в принципе я ничего не брал с собой даже вот опилки не брал поэтому покажи какая красота просто красота сейчас я наеду подожди то есть со старой своей коптильной у меня там были отношения у нас с ней не очень хорошие потому как после приготовления после копчения мяса, сала, рыбы нужно сразу было коптилку вымыть и обязательно высушить потому что если я ее не высушил она у меня вся покрывала ржавчиной здесь у меня вопрос другой совсем то есть я ее помыл и абсолютно без проблем я могу мытую коптильню мокрую просто оставить в гараже и уйти домой не переживая за то что будут какие то с ней проблемы вот так Сашик покажи дно вот так я аккуратно покрываю дно тоненько-тоненько-тоненько без всяких без фанатизма опилки у нас это бук есть бук, есть ольха вот в данном случае это бук вот есть ольха дальше ставим поддон ложим да что ж такое надо присадить эту штуку Сашик вот сало покажи которое мы дома приготовили часов пять назад вот так вот она у нас выглядит и вот так вот мы его сейчас сюда загружаем ну отнеси ближе сейчас запах какой ближе подойди так и сверху сними вот так вот у нас это все выглядит первое первый этаж скажем так да и и вложим второй ярус и точно так же салко выкладываем второй этаж еще его не закоптила уже хочется съесть ну выглядит оно действительно так ароматно запах просто обалденный еще кроме того что на вид оно смотрится еще и запах очень вкусный просто передать не могу запах запах просто обалденный вот оно у нас часов пять вот так вот промариновалось и сейчас пока костер прогорает мы его просто открытым оставим чтобы оно немножечко просохло и все и вот буквально через минут двадцать когда костер чуть-чуть прогорит мы его ставим в коптильню делаем гидрозатвор водичку сюда наливаем и забываем про него буквально ну на 45-50 минут на час вот около часа ну и потом будем пробовать у нас стол накрыт все готово для дегустации готовим и через часок будем пробовать пока все и теперь сюда берем наше мяско или салка и ставим на белье ставим на белье накрываем крышечкой и заливаем гидрозатвор и заливаем саша снимаешь и заливаем гидрозатвор и заливаем гидрозатвор залили вот водичку ну и теперь ждем когда вот с этого с этого соска с этой трубочки пойдет дымок вот когда пойдет дымок засекаем времени 45-50 минут и сало готово наше ждем ждем ну вот буквально 10 минут прошло у нас сашик видно нет пошел дымок у нас видно надеюсь да руку убери вот сейчас видно что дымок идет пошел дымок буквально 10 минут прошло и у нас пошел дымок ну вот от этого времени засекаем 50 минут час вот примерно так на мелком таком то есть огонь у нас не сильный еле-еле там ну почти угли еле-еле там подерживаем огонь кидаем тоненькие веточки и вот вот так вот дымочек у нас идет все ждем час 50 минут тереть час ну что прошло 50 минут погода у нас портится поэтому как бы мы снимаем сейчас коптилку с огня она остывает и едем домой потому что ну мы еще хотели шашлыки пожарить у нас 2 партии шашлыка 3 килограмма но мне кажется что жарить мы его будем уже дома в гараже поэтому сейчас едем домой коптилку снимаем с огня ждем пока остынет и едем домой Сашик покажи вот там вот как погода и теперь у нас впереди наш фронт который к нам идет то есть у нас реально угроза такого конкретного ливня поэтому я думаю что если мы дожарим в гараже то ничего страшного не будет у нас есть трезвый водитель мы его сейчас посадим за руль и едем домой а ты уже снимаешь да 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 давай вот так у нас выглядит мяско ну как по дегустацию мы будем уже проводить дома покушать сейчас его не получится у нас но тем не менее мы его сейчас собираем едем в гараж и в гараже а уже продегустируем она остынет нормально подключается что в общем дождик нас прогнал вот так вот покажи Саша машине я показал вот так вот мы еле уехали скажем так еле ноги унесли приехали в гараж ну и сейчас таким это безобразие почистим вот так вот из серой мышки превращается в золушку ну и вот так вот после пяти минут мойки бесконтактной и быстренько раз 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 и все красиво все красиво поедем домой на чистой машине условно это я не знаю сейчас посмотрю сколько литров воды вот так вот вот так вот литров двадцать наверно по свежему то есть пока грязь свежая пока не прилипло мы ее быстренько раз 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 вот канистра воды и все и все красиво машинка чистая даже без ничего то есть просто вот устроим воды все помыто чисто красиво можно ехать домой но сначала мы попробуем сало и сделаем шашлык потому как нас непогода прогнала я извиняюсь я охрип есть у меня голос охрипший я не знаю то ли в воду я залез в холодную рано то ли вот аллергия на что-то ну у меня немножко хрипотца такая как бы чувствую себя нормально а горло охрипшее сейчас делаем шашлык попробуем сало наше копченое оно уже остыло оно уже вкусное пока мы доехали оно уже остыло что-то хорошее вкусное сейчас накроем на стол тут и тут уже будем кушать пробовать все лизуня как тебе салка понравилось да вкусная салка да дуже-дуже вкусная да молодец санцы вот такой вот такой у нас салка получилось ну где то у нас саша сколько полчаса дорога заняла да да где то полчаса пока вот мы приехали в гараж у нас салка остыла оно было горячее еще в ведерке остыла ну вот вот вкусная вкусная салка вот давайте покажу вот так у нас салка выглядит в принципе ну тут больше мяса конечно чем сало в общем вот так огурчики помидорчики зелень лучок вот под это все делаем и очень вкусно да очень вкусно поужинаем сейчас вот так вот и поедем домой да 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 ой умничка вкусная салка как же я от карусандра был ну в принципе все пока-пока увидимся пока-пока 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 все пока пока похоже что вовремя убежали потому что вот такая вот погода у нас вот такое ощущение что сейчас деревья начнет выламывать корнем ветер ужасный поэтому вроде как мы вовремя убежали вот вот у нас красивый шашлычок получился да угу прелесть просто просто вкуснотища но на природе сами понимаете вот вот ничего бы у нас не вышло ну да потому что зло и мы бы оттуда уже не выехали просто физически автомобиль бы уже не выехал а сейчас все нормально мы отдыхаем все замечательно все хорошо а физически авто не выехало там поля чернозем и было бы все нам бы там ну суток трое нам бы пришлось ждать пока вот потокнет чуть-чуть а потом бы выехали пока-пока пока-пока все пока-пока все 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 все